Дружба народов Но даже то, что сейчас сохранилось, дает представление и о былом величии парка, и о нашем, к сожалению, свинстве, потому что этот парк не какие-то иностранные вандалы разрушили, а мы сами горожане-ульяновцы Первое, что бросается в глаза, это склон, где еще краснеют в пурпурном барбарисе буквы слова «Ленин». После того, как в январе 1969 года был утвержден эскизный проект парка «Дружба», в августе того же года начались работы на этом склоне. Он был буквально отутюжен бульдозерами и вручную покрыт дерном. Тогда же были заложены буквы слова «Ленин». Интересно, что и в наши дни склон не берут сорняки. Сказывается та серьезная его обработка, проведенная более 40 лет назад. Надпись «Ленин» является, наверное, одним из визитных карточек, символом города, поэтому, наверное, она должна сохраниться. Но здесь вот все эти проекты и проекты озеленения, они, я думаю, что должны быть действительно публично обсуждены. Но я все равно полагаю, что это обязательно сохранится. Почему это? Это очень мы планируем зайти. Это да, чертовски сложно, чертовски дорого. На сегодня от верхнего портера парка практически ничего не осталось. Только на участке Казахстана барс по-прежнему терзает оленя. Правда, цвет статуи изменился, стал белым. А когда-то она была одета в бронзу. На территории Азербайджана остались только камни, на которых еще можно разглядеть выбитые рисунки. Каменная молдаванка с кувшином по-прежнему пытается набрать воды. К сожалению, и ее вандалы не пощадили, раскололи. В нижний портер парка спускались по узким тропинкам, вдоль которых шумел настоящий непроходимый лес. Лучше всего в нижнем портере сохранилась территория Армении, где возвышается каменный четырехгранный столб. Здесь есть и древний армянский храм, и мать Армения, и символические сцены жизни народа. В октябре 2006 года на территории Армении еще был установлен крест, место памяти о геноциде армян. На самом участке периодически скашивает траву. Участок Грузии находится буквально на границе с горнолыжным спуском. Здесь когда-то стояла удивительная стена, выполненная скульптором Джамалом Джапаридзе. Мать Грузии смотрела в сторону Волги и была хорошо видна с теплоходов. На обратной стороне рельефы, рассказывающие о сельском хозяйстве республики. Но, увы, стена Грузии помешала горнолыжному склону, и ее 5 августа 2009 года демонтировали и перенесли. От полукруглой стены, облицованной полудрагоценными камнями, остались жалкие обломки. А от камней ни следа. Территория бывших союзных республик в Нижнем парке очень облюбовала молодежь. Они здесь безнаказанно распивают спиртные напитки, а потом продолжают обгаживать памятники культуры. Даже если проходит субботник, после него мусор кучами продолжает лежать на территории парка. Он, к сожалению, не вывозится. Но поскольку сейчас у парка вновь появился хозяин, можно надеяться, что парк будет, если не восстановлен, то хотя бы облагорожен. Что нам надо сделать сегодня? Сегодня мы должны восстановить его каркас. Мы должны восстановить, а, дренажную систему. Потому что у нас прекрасно видеть, что сейчас происходит с погодами, поэтому это основная задача, которая должна быть сделана. По словам главы администрации города, также будет восстановлена лестница, спуск в парк, элементы мощения, дорожки покроют брусчаткой. Кроме того, заново восстановят освещение. Эти работы будут сделаны уже в текущем году. Ирина Антонова, Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.